Вопрос переполненности школ, ремонта и реконструкции старых зданий требует серьезного подхода. Об этом сказал мэр столицы Айса Николая в ходе субботнего объезда Якутска. Городоначальник проверил техническое состояние объектов образования. Репортаж Сарглана Федоровой. Объезд начался со здания лицея имени Алексеевой, которая принадлежит управлению делами главы республики. В бывшем здании Министерства финансов республики на сегодня, помимо технического лицея Алексеева и расположенного музея достижений школьников и помещения, отведенные для структурных подразделений Министерства здравоохранения. На днях часть здания дала осадку, поэтому учащиеся вынуждены проходить дистанционное обучение до заключения договора с другими структурами образования. Вот та стена, которая была сделана без согласования с контролирующими органами, так, она сегодня у нас обрушилась, так, это видно. Конечно, учебные процессы можно было продолжать, но подвергать жизнь и здоровье детей такой опасности мы не имеем права. В дальнейшем предполагается, что лицей Алексеевой должен расположиться в одном из зданий 25-й школы. В данное время на территории школы проводятся реконструкционные работы производственных помещений. Строительство второго здания планируют завершить к 2019 году. Были мы также на объекте строительства 35-й школы. Это тоже для нас очень важный объект, строительство, которое имеет большой общественный резонанс. И видно, что уже установка свая идет, идет она в планном режиме. Уже в конце января-феврале свая все будут под строительство школы поставлены. К этому времени у нас должно быть окончательное заключение госэкспертизы. И будет тут же объявлен конкурс на дальнейшее строительство этой школы. Завершающим пунктом объезда стала 18-я школа по улице Билибина в поселке Геологов. Новая школа, расположенная недалеко от старой, в ближайшее время торжественно распахнет свои двери. Сейчас ведутся работы по установке оборудования столовой и пищеблока, сборке спортивного инвентаря и школьной мебели. После согласования со всеми контрольно-надзорными органами учащиеся приступят к учебному процессу.